10 июля я борюсь с антипизантизмом вот эта сторона у меня упала внутрь после того как зимой крыша провалилась к чему это видео вот здесь была заваренка были старые опилки которые я теперь убираю на аляску в ящике то есть нет худа без добра здесь все будет обновлено кирпичи привез вон они лежат и я покажу что получилось в конце северо-восточная стена оранжереи самая холодная и завалилась она у меня вот примерно так как рамы стоят в эту сторону сегодня олег горюной дал мне двухтонный домкрат вот такой вот ручку нажимаешь и он качает сейчас я отпустил вот этот зажим и давление здесь упало вот эти две стойки я чтобы они не упали соединил с лагой двумя саморезами здесь вообще поставил столб на века тоже двумя саморезами закрепил вот так снизу подложил на кирпич двойные кирпичи высотой 12 с половиной сантиметров и положил на рубероид чтобы низ не сырел здесь точно так же сейчас домкрат уберу поскольку пол восьмого вечера заставлю все рамами чтобы перцем не было холодно мне уже вот такие перцы вот такие перцы листики немножко подвяли но ничего страшного зато оранжерея в этом году сделаю теплый здесь будет три слоя рам и как следует загерметизирую все щели продолжение завтра на ночь я не поленился прибил речку такую временную и на нее поставил не закрепляя под наклоном рамы вот примерно такая стенка у меня была после аварии когда крыша провалилась из-за снега из-за трубы которая шла через всю оранжерею трубы должны быть вертикальными завтра начну устанавливать рамы а пока надо воровать ехать кирпичи чтобы уложить здесь два ряда один внутри второй снаружи ледовая до завтра друзья 15 июля дорогие друзья я живу по зеланду владиму мир предоставляет мне то что мне нужно тогда когда нужно и сегодня я кирпич нашел в двух источников строители небрежно разбросали я выбрал то что мне нужно 50 кирпичей всего 750 рублей в кармане так я вот тут уложил внутренний ряд кирпича меня все совпало вместе со стойкой вчерашней по ниточке примерно сделал по одному уровню но уже стал бог немножко не совпадает но это ничего страшного сверху будет лежать вот эти доски которые я получил всех же строек от дверей они как раз этот ряд и выровняют я сейчас все покажу прошло 10 минут вот эти доски стойки от дверных рам не пришлось даже подрезать они подошли прямо по размеру вот так мир посылает не то что нужно я закрепил саморезами к существующему столбу вот эти столбы подбил вплотную это же саморезом соединил между собой саморезом здесь к столбу помощью вот такого симпатичного немецкого шуруповерта здесь соединил чтобы не сбить ну а там просто забил с натягом прогнивший угол теперь буду собирать рамы да еще хотел напомнить вот там стоит кувалда я здесь все утрамбовал чтобы земля не проваливалась кувалдой ну сегодня наверное рамы поставлю хотя бы один слой продолжение следует за 40 минут я установил два ряда рам принцип здесь такой рамы одного размера устанавливаются друг на дружку четырьмя саморезами два вверху и вот там два внизу внутри следующая рама крепится к первой вот сюда так чтобы не попасть в стекло смотрите внимательней чтобы попасть в ту раму предварительно рама я почистил щеткой по металлу от старой краски помыл тряпочкой с водой и газетами коммунистическими во время предвыборной кампании кто тут у нас был вот эти ребята во Владимирской за правое дело разносили ничего у них не получилось надо заниматься капитализмом так следующая рама у меня была одна большая такая же как вот эти но я поставил поскольку таких же нет две маленьких так чтобы они примерно совпадали по торцам вот так потихоньку я набираю в принципе трехслойный вертикаль однако антипизантизм пропадает и сегодня я буду стараться закрыть хотя бы один ряд но вы увидите что я сегодня сделаю прошло около полутора часов и я установил уже три блока форточки внизу потому что рамы старые и сверху поставил те рамы которые уже слабое дерево имеют от времени но но сейчас здесь высохнет видите здесь немножко дерево старая но это перекроется третьим слоем рам здесь форточки внизу рамы свежие покрашенные последние рамы очень хорошо легли почти что заподлицо ну что ж где-то одну треть я уже сделал остался вот этот проем рамы остались нестандартные но мне еще есть вот такие как последние три рамы я их наверное поставлю в один ряд но их надо отремонтировать я наверное сделаю фильм как отремонтировать гнилые рамы с одной стороны продолжение следует вот 16 июля сегодня утром я закончил стеклить северо-восточную часть своей оранжереи где растут перцы вот здесь я поставил части от балконных дверей они тоже высотой метр сорок ну теперь надо искать еще две двери чтобы поставить второй ряд а потом еще две двери чтобы поставить третий ряд вот так все это выглядит вот сюда будет вставать второй ряд вот сюда третий ну здесь уже у меня два ряда стоит еще осталось пониже опустить третий а сверху вот здесь у меня будет сточная канализация и в ту сторону уклон вода будет собираться бочонок вот такая вечерняя съемка у меня здесь лампы светодиодные 10 штук на каждое из трех отделений по 10 штук на этом я видео антипизантизм заканчиваю стенка стала практически вертикальной вот так она выглядит сейчас можете сравнить с тем что было кирпичи остались для того чтобы выложить вот здесь такую же вот заваленку со свежими опилками для того чтобы земля с этой стороны не охлаждалась осенью и ранней весной желаю всем удачи а сейчас я пройду и покажу вам для чего я все это делаю у меня сегодня приехала сестра с дочкой и сестра попробовала мой виноград в первом отделении у меня на следующий год будет расти только виноград сейчас я зажгу освещение и покажу вам что дает теплая оранжерея вот так вот такие лампы у меня 10 штук здесь пока растут огурцы вот они вот такие огурчики на следующий год здесь без 100 огурцов будут расти вот такой виноград сестра попробовала сказала что он уже вкусный хотя он еще не созрел это кишмиш без косточек вот моя ладонь вот виноград вон какая кисточка длиной 30 сантиметров вот она вот они вот они так что посадив два года назад я теперь имею хороший урожай а это уже детки три новых растения которые я взял отрезав между двумя почками черенки но об этом есть отдельное видео желаю всем также получать виноград я живу в Владимирской области вот какая прелесть всем удачи здоровья и счастья девочка длина длина м длина длина